Привет, друзья! С вами Эрик. Вы смотрите программу «Наука побеждать». В прошлом видео я искал идеальный сетап для нового режима «Командный бой». Путём проб и ошибок выяснилось, это пять восьмёрок и две единички. Но какая именно техника нужна? Об этом и пойдёт речь в ближайших выпусках. Впрочем, сегодня поговорим только об ЛТ, и я начну с танков первого уровня. Многие спрашивают, а зачем они вообще нужны? В первую очередь они позволяют разведывать местность с минимальным риском. Представьте, что у вас в команде вместо единичек восьмёрки. Один боевой танк едет на разведку, попадает в ловушку — и всё. В перестрелке у вас будет на одну пушку меньше, а вот единичку потерять не так уж и страшно, иногда даже полезно. Сейчас очень многие команды брезгуют танками первого уровня и играют в пятером. При этом самые ловкие умудряются даже выигрывать. Правда, длится это, как правило, до тех пор, пока против них не выходит команда таких же сообразительных парней в составе семи человек. Но не будем забегать вперёд. Давайте выясним, какой же ЛТ первого уровня лучше других подходит для командного боя. На самом деле вопрос довольно простой. Достаточно взглянуть в основные характеристики. Т1 Каннингем здесь вне конкуренции. У него лучшая скорость среди одноклассников. По обзору он проигрывает только немцу. На американца можно поставить отличную пушку, у которой 15 снарядов в магазине. Это позволит Т1 разбирать конкурентов вблизи всего за пару секунд. А если не жалко голдовых снарядов, то можно дамажить и восьмёрки. Французы, например, хорошо горят, а иногда даже и взрываются. Кроме того, небольшие габариты Т1 позволяют занимать такие позиции, о которых другие танкисты даже не подозревают. Это может показаться мелочью, но поверьте, ребята, из таких мелочей и состоит победа. Так что рекомендую взять на заметку. Что ж, лучшую машину первого уровня для режима «Командный бой» я нашёл. А теперь на простых примерах посмотрим, как можно её использовать. Во-первых, это очень хороший пассивный свет. Отправляя основные силы на один фланг, можно поставить Т1 в куст на противоположном краю карты или возле своего круга. Таким образом, вы обезопасите себя от неожиданного захвата базы или нападения с тыла. С помощью одного маленького танчика можно контролировать целый фланг. Благодаря его свету союзники смогут стрелять по вражеской технике с большого расстояния, не попадая при этом в засвет. Ну а если всё пошло не так и основными силами вернуться к базе не успеваете, то можно пожертвовать светляком. Главное в такой ситуации — сохранять хладнокровие. Не нужно сбивать захват в самом начале. Ждите до последнего, а потом стреляйте в самого картонного. Это подарит вашей команде дополнительные секунды. Во-вторых, единичку можно использовать в качестве снаряда-приёмника. Для наглядности покажу один бой. Мы засветили вражеские танки и знаем, где они находятся. Сразу понятно, а эти парни вперёд не поедут. Им, похоже, интересно просто постоять 10 минут. Нам стоять неинтересно. Но как вскрыть такой деф? Они находятся в удобных позициях и ждут нас. А мы ведь не киберспортсмены, ни сыгранности, ни скилла у нас особо нет. Зато есть сноровка. Пускаем вперёд брелки. Да, в такой ситуации единички вряд ли подамажат, но они вынуждают разрядиться вражескую восьмёрку. И не одну. В это время другие наши танки выходят на противников, имея преимущество в выстрел. В такой момент очень важно стрелять по одной цели. Хороший фокус и победа в кармане. Согласитесь, выиграть было бы гораздо сложнее, не будь у вас снаряда приёмников. В-третьих, если вы любите играть от нападения, то два танка первого уровня могут стать незаменимым и весьма коварным орудием. Ударной группой подбираемся поближе к противникам и стоим, не получая лишний дамаг. Два Т первых в это время отправляем на базу. Захват пошёл. Сопернику хочешь, не хочешь, а надо ехать сбивать его. Как только вражеские танки разделены, мы рашим. И дело в шляпе. В плане оборудования для Т-1 советую не придумывать велосипед. За вас его давно уже придумали. Берите вентиль, маскировку и рога. Кроме того, очень важно, чтобы у командира танка была прокачана лампочка. Почему — разберём на конкретном примере. Очередной командный бой. Я на Т-1 подсвечиваю фланг. Остальная команда стоит в позиционке на другом. Соперники тоже там. И вдруг у меня загорается лампочка. Говорю об этом командиру. Хоть я никого и не подсветил, понятно, что на моём фланге есть как минимум один вражеский танк. У противников единичек нет, значит, на другом фланге у нас плюс в один ствол восьмого уровня. Наши идут враж, а остальное уже дело техники. Фактически исход этого боя решили две вещи. Наличие у нас танка в первого уровня и лампочка у командира этого танка. Конечно, не у каждого найдётся прокачанный экипаж для Т-1. Но посадите хоть какой-нибудь. Главное, возьмите. Это лучше, чем играть в пятером. Вот увидите, побед станет больше, а там экипаж прокачаете. Кстати, кроме лампочки рекомендую взять Боевое Братство и маскировку. А чтобы ваш светляк был ещё опаснее, ему не помешают перки, увеличивающие обзоры. Но это уже личное дело каждого. О танках первого уровня у меня всё. Теперь о восьмёрках. Ведь среди них тоже есть ЛТ. Здесь выбор невелик. Это WZ-132 и АМХ-1390. Китаец не уступает французу в динамике, но у него меньше очков прочности. И в целом он не так универсален. Кроме того, в дуэли с 90-м у 132-го практически нет шансов. Француз легко разбирает его с одного барабана. Для меня выбор очевиден. 1390 однозначно лучше. Многие скажут, что это не повод брать французский ЛТ в состав команды 742. И лучше, мол, взять 5 тяжей. Есть своя логика. Но пока что в режиме командный бой приходится выбирать технику, ещё не зная, на какой карте придётся воевать. Большинство карт открытого или смешанного типа. На них мобильность 90-ка, его обзор, способность быстро влить в соперника урон и также быстро убежать дадут вашей команде преимущество уже в самом начале боя. На городских картах с его помощью можно засветить разъезд вражеской техники. А когда понадобится, зайти с тыла и нанести урона не меньше, чем тот же ТТ. Очень важно, играя на этом французе, сохранять тонкий баланс. С одной стороны нужно светить, а с другой — не получать при этом урон. Скажу прямо, не каждый это сможет. Поэтому на месте командира лучше сажать на этот танк самых проверенных бойцов. Так что смотрите сами. А что же другие ЛТ? Да, есть отличные танки. Т71, Чаффи и не только. О них тоже есть что рассказать, но я не буду. В режиме командный бой такую технику использовать не стоит. Вы лишите свою команду одного из танков восьмого уровня со всеми вытекающими. Грамотный противник легко этим воспользуется. И напоследок подведем итог. Чтобы побеждать, обязательно берите и активно используйте танки первого уровня. Работая пассивным светом в кустах, сохраняйте хладнокровие. Не стреляйте до тех пор, пока это действительно не понадобится. Постоянно анализируйте ситуацию на миникарте. Если враг разделил силы, атакуйте. Используйте в своем сетапе АМХ 13-90. В руках умелого командира этот танк играет одну из ключевых ролей. Вот, пожалуй, и все, чем я хотел сегодня поделиться с вами. В следующий раз поговорим о тяжах. Подписывайтесь на наш новый канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok